Сгруппировались, ребятки! Ребятки, сгруппировались! Сгруппировались, идите сюда, пожар, пожар! Всегда идите! Сделано, два, три, фирмона! Лондон! Париж! Паркута, Германия! Паркута, Лиссабор! Капуна, Города! Паркута, 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 Германия! Паркута, Германия! Паркута, Германия! Паркута, Германия! Паркута, Германия! Всем привет! Сегодня 19 августа 2014 года. Почти 3 часа дня. Если все будет хорошо и удачно сложится, завтра в это время мы будем на портове компании EasyJet по маршруту Москва-Лондон Почему я говорю, что если сложится все хорошо, я вам немножко позже объясню Начну с предыстории В общем, мы с ребятами, ребята это я, Аня, Алексей и Павел решили совершить Евротур Но как бы это получилось отчасти спонтанно Я в интернете посмотрел небольшой маршрут по Европе с примерными датами вылетов, прилетов, поездов, отправлений Немножко этот маршрут видоизменил и вот что у нас получается 20 августа мы вылетаем из Москвы, аэропорта Домодедово в Лондон В аэропорт Гатвик 21-го из Лондона, Лютона, вылетаем в Париж, Шарль-де-Голь Из Парижа, из аэропорта Буве Ну это не совсем Париж, это 80 километров от Парижа Ну в общем не суть Вылетаем в Фару, это город на юге Португалии Там у нас в аренду взята машина За 9 дней мы проезжаем всю Португалию Периодически останавливаюсь в некоторых местах И из Порту, это на севере Португалии Вылетаем в Мадрид В Мадриде мы проводим 2 дня 3 В Мадриде мы проводим 3 дня И вылетаем в Будапешт, где проводим всего один день И возвращаемся в Москву В Москву мы возвратимся 6 сентября Рано утром Так вот собственно шенгенскую визу мы сделали Через посольство Португалии Но есть один нюанс, то есть мы летим в Лондон Без визы в Великобритании Граждане России могут находиться на территории Великобритании без визы С целью транзита на срок не более 24 часов У нас от рейса до рейса получается 23 часа 50 минут Но пустят ли нас в Лондон, это будет решать на месте уже миграционный офицер Плюс ко всему нас могут не посадить на рейс авиакомпании EZJET без визы Так как в случае чего их могут обязательно депортировать нас обратно в Россию Ну будем надеяться, что все пройдет хорошо Вы это сейчас в ближайшее время обязательно увидите Я через несколько часов, я думаю часа через 2-3 выдвигаюсь в Москву, Братеева, Каня Куда подъедут Алексей и Павел И завтра в 11 часов за нами приедет такси в аэропорт Ну я думаю будет многим интересно Интересны, скажем так, технические детали нашей поездки Ну в частности, сколько на это ушло денег, по крайней мере на броне отелей и перелетов Ну если говорить вкратце, то за 6 авиаперелетов мы отдали с человека по 11 тысяч рублей всего Дело в том, что мы летим лоукостами Это недорогие авиакомпании, где за все нужно доплачивать То есть мы летим только с малогабаритной ручной кладью Габариты, которые еще меньше, чем стандартная ручная кладь в большинстве авиакомпании То есть если мы хотим, допустим, взять багаж с собой, то это нужно доплачивать Хотим выбрать место в самолете, то это нужно доплачивать Хотим, чтобы нас на борту покормили, то за это нужно доплачивать Но с другой стороны, за каждый перелет мы отдали в среднем по 2 тысячи рублей с копейками То есть у нас в России даже поезда зачастую дороже Тем более на такие расстояния тоже То есть отдали мы 11 тысяч рублей за перелеты У нас 8 видов жилья 5 из них это квартиры Один отель в Будапеште Хостел в Лондоне И серф-хостел в Португалии в Пенише Ну, хостел там в принципе только название, так как у нас будет только 4-местный номер люкс с выходом к бассейну Ну, в общем, все должно быть хорошо А и на берегу океана За 8 видов жилья прокат машины И за 6 перелетов мы отдаем с человека по 25 тысяч рублей Что, согласитесь, в принципе, не так уж и много за посещение пяти стран Ну, правда, еще не совсем понятно, сколько мы оставим там Так как это все-таки Европа А не странно, не страны Африки или Юго-Восточной Азии, где все стоит копейки Ну, все расскажем, покажем, увидите До встречи, не переключайтесь Добрый день Здравствуйте Скажите, добрый день Здравствуйте Привет Добрый день, мы находимся в аэропорту Домодедово Четверо, письмо У меня есть манюра, письмо Мы находимся в аэропорту Домодедово, дабы улететь Мне кажется, тебя не слышат Так слышат, я не знаю Мы находимся в аэропорту Домодедово Мы все-таки находимся в аэропорту Домодедово Чтобы улететь в аэропорту Домодедово Домодедово Вот, попробуйте перед новым средством Ничего так Через 20 минут регистрации на рейс будем пробовать регистрироваться В общем, досадили таким раз на рейс Изи-Джет Но не все прошло так гладко Нас не хотели сначала сажать Вызвали представителя авиакомпании Который звонил в Лондон Но в итоге все сложилось хорошо И мы таки летим в Лондон Но это еще не конец У нас все должны выпустить в Лондон Субтитры сделал DimaTorzok Домодедово 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 Чтобы нас выпустили за территорию На территорию Великой Питании Мы же сейчас будем доказывать Офицеру, что мы только сели транзит Нас здесь не оставим Домодедово 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 Все прошло как нельзя лучше Мы подходим такие Таможенному Типа Мы увидят Лондон А он типа Надо просто попасть на такой терминал Откуда у нас маршрутка в Лондон Анна, первое впечатление Человек не верит, что он прилетел в Англию Думаешь, что это Братислава? Они говорят не по-русски Так, друзья Полтора часа езды В маршрутке за 600 рублей С человека за 600 рублей И мы в центре Лондона Пойдем за ним Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Лондона Это Big Ben Но Big Ben называется только Колокол, а не сама башня Башня это называл за 2012 года официально Часовая башня Вестминстерского аббатства В 2012 году она была переименована Башней Елизаветы Название Big Ben получил 13-тонный колокол В честь куратора работы этой башни Бенджамину Сколл Высота башни без шпиля 66 метров, если не ошибаюсь Со шпилем почти 100 метров Вообще официальное название колокола Колокол Святого Стефана Просто в народе его называют Big Ben Часы на Big Ben Впервые завели 31 мая 1859 года Стремительно Стремительно, стремительно Смеркается, а мы решили пешком Дойти до Тавровского моста На котором 30,5 км А тут еще 4 км до нашего хостела Где мы должны провести ночь Университет Тавровского моста Университета Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Все отлично Друзья, мы на кухне в хостеле При входе на которую требуется вести код Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИМАТО ДИАТС как ПОРАЗ Магодия узкий, переходи узкие, метро пудушноватенько. Что-то скучный, не понравилось. В транспорте никто не разговаривает. Практически кроме нас. Прибыли мы в аэропорт Лондон-Билтон, это Павел. Впереди у нас полет по маршруту Лондон-Париж. Если вдруг кому-то интересно стоимость сигарет в Лондоне, то это вот эта пачечка. Десять фунтов. Десять фунтов серы. Ну просто олень. Это шестьсот рублей. Шестьсот рублей. Олень. А это сына. Выпил и олень. Еще самое интересное, что в магазине в аэропорту стоимость товаров разом 2 точно ниже, чем в магазинах Лондона. Вот такая вот фунтня. Вот эта пачка олень стоит 3,80. Ну 4. Даже не дороже, чем в России. С тем более в аэропорту. В общем, мы как-то в горе пополам прошли таможенный контроль. Попали сразу в Людей Фринь и потом в аэропорт. Сначала была паника, где нам собственно паспортный контроль проходить. Нам нужно в конце концов вездой штамп поставить. Бегали, метались. В итоге выяснилось, что как бы нам не надо ничего делать. А мы по прилету в аэропорт Шарль-де-Гёре порежем. Все у нас будет хорошо. Лондон Гудбай, Лондон прощай, я здесь чужой. Лондон Гудбай, Лондон прощай, я здесь чужой. Лондон Гудбай, Лондон прощай, пора домой. Лондон Гудбай.